МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Солнечногорского телевидения информационная программа «Наше время», рассказывающая об основных событиях в городе и районе. В этом году Юлия Беспалько и сегодня в выпуске. Надзорный десант. В Солнечногорске по жалобам жителей побывала руководитель областного госадомтехнадзора Татьяна Витушева. Не советую никому стоять на нашем полуце. Поделите возраст на три. В ЦРБ подвели предварительные итоги диспансеризации и продолжают ждать посетителей. С собой нужно иметь паспорт, медицинский полюс, СНИЛС. Прерванный полет «Чайки» в Клушино нашли останки боевого самолета времен Великой Отечественной. Наша история, память, годы не сотрут опять. Теперь об этих и других событиях более подробно. Жалобы на внешний вид Солнечногорска в областное правительство стали причиной внепланового визита в наш город главного инспектора и начальника главного управления Государственного административно-технического надзора Московской области Татьяны Витушевой. Она проехала по улицам Солнечногорска, осмотрела несколько дворов и пообщалась с местными жителями. Татьяна Витушева прилетела в Солнечногорск на вертолете. Место посадки – берег Синежи. Здесь ее встречали сотрудники местного управления Госадомтехнадзора и руководство района. Объезд территории Солнечногорска начался с улицы Безверхова. Здесь на глаза главного инспектора областного адомтехнадзора попал переполненный мусорный контейнер. Как выяснилось, эту территорию обслуживает управляющая компания УК ССС. Далее путь Татьяны Витушевой лежал военный городок «Выстрел». В одном из местных дворов уже несколько дней лежат спиленные деревья. За территорию отвечает управляющая компания «Союз стройдомуправ». Но земля и некоторые объекты по-прежнему принадлежат Министерству обороны. Мы с Минобороны должны быть славянкой, но у нас нет чужих земель. Визит продолжился на улице Дзержинского. В одном из дворов местные жители показали Татьяне Витушевой высокую нескошенную траву и разбитую тротуарную дорожку. Ответственность за эту территорию также несет управляющая компания УК ССС. У нас ни разу здесь не откашивали. Видите, заросли? Вижу, вижу. Детская площадка старая была. Ее увезли. И сломанная до сих пор. Обещали много. Ходил защиты детей, так бы им поставили. Что делается? Вся вода отсюда идет. Мы не можем пройти к дому. Вот там, посмотрите, болото уже организовалось. Глава нам прилюдно пообещал под камерой, что вот эти водные палаты начнут заниматься вашими веждворовой территорией. Кроме того, местные жители пожаловались на магазин, который в нарушении правил продает спиртной практически круглые сутки. В результате подвыпившие компании в вечернее время располагаются во дворе и беспокоят окружающих. Все жалобы Татьяна Витушева попросила внести в протокол и разобраться с ними в ближайшее время. Основная масса – это неухоженные заброшенные дворовые территории. По словам местной администрации, проблема в управляющих компаниях, которые не должным образом исполняют свои обязанности. В микрорайоне Рекенцо-2 совершенно другая картина. На мусорной площадке стоят контейнеры для сбора пластиковых бутылок, которые впоследствии поступают на переработку на завод Пларус. Здесь обустроенная хорошая детская площадка. Мне кажется, что здесь управляющая компания очень достойно содержит город. Более ответственная. У нас жители идут всегда за хорошим. Если мы делаем что-то для них, они будут поддерживать. Они будут поддерживать, да? Содержать как надо. То есть в любом случае движение двустороннее. Затем Татьяна Витушева осмотрела новое здание, где планируют разместить районный отдел ЗАГС. Объект уже сдали. ЗАГС должен открыться 1 сентября. Территория относится к управляющей компании «Солжилстрой». А завершился объезд посещением Советской площади за территорию, о которой отвечает МУП «Зеленая планета». Мне понравилась центральная площадь Солнечногорска. Она была в хорошем состоянии. Клумбы, газоны. Я видела большое количество людей, которые там отдыхали. То есть центральное место отдыха находится в надлежащем хорошем состоянии. Юлия Беспалько, Владимир Киселев, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». Свой визит в Солнечногорск Татьяна Витушева завершила рабочим совещанием. На него были приглашены главы поселения и руководители управляющих компаний, которым накопилось множество претензий. На совещании Татьяна Витушева сообщила, что одно из приоритетных направлений работы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева – сделать Московскую область регионом для комфортной жизни. Но в этом направлении Солнечногорск пока отстает. Участники совещания вместе с главным государственным административно-техническим инспектором области разработали план действий по улучшению жизни в городе. Жесткой критики со стороны начальника Госадомтехнадзора подверглись Солнечногорские управляющие компании. Не советую никому стоять на нашем пути. Это раз. Второе я вам хочу сказать. Господин Якунин избран главой этого района и будет главой этого района. И он поддержан губернатором Московской области. И мы как правительство Московской области будем ему помогать. И сабодирование его работы просто не будет допустимо. От хаоса к единому стилю и порядку. С начала апреля в Солнечногории ликвидируют незаконные рекламные вывески и конструкции. Вывески и стенды вне закона не пройдут. В этом можно было убедиться 27 июня. Сотрудники районного управления рекламы вместе с бригадой рабочих демонтировали около 50 несанкционированных установленных рекламных конструкций. У нас целый график по району этих мероприятий выездных. Когда управление рекламой выезжает и демонтируют несанкционированную рекламу. Со столбов, с линии электропередач, с придорожной полосы. Подобные мероприятия уже провели в Кривцовском поселении. Там было демонтировано порядка 50 рекламных конструкций. В июле посетят Андреевку. А до конца года планируется провести эту работу во всех поселениях района. Однако радикальным мерам предшествует классика. Сначала до собственника пытаются достучаться по-хорошему. 26 июня в здании районной администрации в очередной раз были собраны предприниматели, которые пренебрегли выданными им предписаниями. Им еще раз разъяснили условия размещения наружной рекламы и то, какие меры будут приняты за несоблюдение правил. Кто-то откликнулся на эти предписания и начал самостоятельно демонтировать. Кто-то уже полностью демонтировал, очистил фасады своих зданий от незаконной рекламы. Но кто-то, сообщил Алексей Горячев, предписание проигнорировал. А это чревато не только принудительной ликвидацией рекламы и информационных вывесок. На ИП сумма штрафа от 8 до 10 тысяч рублей, а на ООО, на юридических лицах, от 80 до 100 тысяч рублей. То есть сумма штрафа очень серьезная. На заседании предположили, некоторые предприниматели не спешат узаконить своей конструкции, так как уверены, что это дело крайне затратное. Как оказалось, это не так. На улице Дзержинска уже частично проведены работы по устранению незаконных рекламных информационных конструкций. Как мы видим, витрины должны быть закрыты не более чем на 50%. Также недопустимо завешивание стен и объектов баннерами. Некоторые предприниматели уже выполнили поставленные перед ними задачи. Районные власти призывают предпринимателей, не дожидаясь санкций, обращаться в управление рекламы на согласование информационных и рекламных конструкций по адресу город Солнечногорск, улица Красная, дом 120, 4 этаж, 15 кабинет. Также получить необходимую подробную информацию можно по телефону 8-916-827-8177. Кристина Верхотина, Татьяна Бауэр, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». 28 июня сотрудники 1-го батальона ДПС провели очередной рейд «Детское кресло». Его цель – выявить водителей, нарушающих правила перевозки детей. За несколько часов рейда «Детское кресло» сотрудники ДПС оштрафовали порядка 10 водителей. Нарушители, как правило, придумывают отговорки, но при этом вину признают. Для своего ребенка я купил, предусмотрено уже было, а просто знакомая попросила довезти, вот из-за этого. Ну вы знаете о том, что дали? Да, да, да. Я вот сейчас поеду в магазин, лучше куплю кресло, чтобы на всякие пожарные тогда уже. Несмотря на обещания, водитель обязан будет выплатить штраф в размере 3 тысяч рублей. По данным ГИБДД, в Подмосковье за последние полгода в автомобилях, которые не оснащены детскими удерживающими устройствами, ДТП пострадало трое детей. Были ДТП, в которых дети были в креслах, то есть у них травмы совсем незначительные. Это синяк на плече от ремня, от детского кресла, вот, и испуг просто. Дорожные полицейские надеются, что в будущем проводимые профилактические рейды позволят уменьшить число правонарушителей. С каждым разом у них что-то откладывается в голове, также у родителей, которые перевозят детей. Оксана Боярова, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». Солнечногорская центральная районная больница подвела первые итоги диспансеризации взрослого населения за этот год. За пять месяцев было осмотрено 2208 человек, из них 633 мужчины и 1575 женщин. На дополнительное обследование было отправлено 612 человек. С прошлого года в соответствии с приказом Минздрава Российской Федерации по всей стране проводится широкомасштабная бесплатная диспансеризация. Ее может пройти любой желающий, начиная с 21 года, если его возраст делится на три. То есть, если вам в этом году есть или исполняется 21, 24, 27 и так далее лет, вы смело можете пройти общее медицинское обследование. С собой нужно иметь паспорт, медицинский полюс, СНИЛС. Если человек желает не ходить несколько дней, сделать это максимально быстро, желательно прийти с утра натощак, принести мочу в пластмассовом контейнере на анализ. Все начинается с осмотра в 106 кабинете городской поликлиники. Там участники диспансеризации заполняют анкету, им измеряют артериальное давление и выдают маршрутную карту. В зависимости от возраста для пациентов предусмотрены разные обследования. Основное это у всех общий анализ крови, общий анализ мочи, флюорография, электрокардиография практически у всех, осмотр терапевтов в семье, у женщин мамография, значит, мужчины сдают кровь на онкомаркер предстательной железы, так называемый анализ ПСА. В итоге по прохождению диспансеризации человеку присваивается одна из трех групп здоровья. К первой группе относятся абсолютно здоровые люди. Ко второй – люди, имеющие высокие факторы риска заболеть хроническим неинфекционным заболеванием. А в третью группу, как правило, входят люди, которые уже имеют то или иное хроническое заболевание. В итоге за пять месяцев проведения диспансеризации первая группа здоровья установлена у 162 мужчин, у 369 женщин, вторая группа у 197 мужчин и 540 женщин, а третья группа у 274 мужчин и 666 женщин. Как видно из статистики, женщины охотнее откликаются на призыв медиков пройти медицинское обследование. Ну, вы знаете, сейчас у нас такая экология не очень благоприятная, поэтому хотелось бы сдать анализ крови и КГ и узнать, какое у меня на данный момент состояние моего здоровья. Чтобы чего-нибудь не упустить, не пропустить и потом, в конце концов, не лечиться, а как бы предотвратить какое-либо заболевание. За прошедшие полгода в ходе диспансеризации солнечногорским врачам удалось выявить три случая заболевания с сахарным диабетом, один случай глаукомы. У 19 человек диагностировали гипертоническую болезнь, у пяти – хроническую и шимическую болезнь сердца и у одного – язвенную болезнь. Что такое язва? Это язва в желудке, это тоже, в общем-то, рассматривается как предраковое заболевание. В прошлом году у нас была киста опухоли у женщины, выявлено киста печени и соперированная, рак молочной железы был и рак предстательной железы. Это ранние стадии с хорошим прогнозом, то есть они прооперированы, они выписаны к труду и благоприятный исход, потому что нет клинических проявлений опухоли на ранней стадии. Диспансеризация – это прекрасный шанс еще раз проверить свое здоровье, причем бесплатно и в короткие сроки. В городской поликлинике нас заверили, что такая обширная диагностика состояния здоровья может пройти максимум за два дня. К тому же участникам диспансеризации не придется стоять в долгих и изнурительных очередях. Удобно все организовано? Без очередей? Удобно, удобно. С медсестрой вместе она вводит меня за ручку. Врачи напоминают, тем, кто очень хочет проверить здоровье, не стоит бояться проблем на работе. В соответствии с 323-м федеральным законом, работодатель не имеет права препятствовать гражданам проходить медицинские осмотры. Татьяна Баур, Евгений Корнилов, Илья Ходорковский, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». В Столничногорском районе продолжают работы пункты сбора гуманитарной помощи жителям Юго-Востока Украины. Они находятся у здания районной администрации в боксах номер 2, 3 и 4. Пункты работают с 9 утра до 8 часов вечера. Солнечногорцы охотно откликнулись на призыв о помощи жителям Юго-Востока Украины. Свою лепту уже внесли несколько организаций, торговых точек и частные лица. В пункты сбора гуманитарной помощи доставлена питьевая вода, консервы, продукты питания. Есть даже одна детская коляска. Как пояснили нам сотрудники пунктов, вещи должны быть новыми, продукты с неистекшим сроком годности и не в стеклянной таре. Все вещи и продукты принимаются под запись. Гуманитарный груз отправят в Химки, откуда он будет централизованно доставлен жителям Юго-Востока Украины. Дополнительную информацию можно получить по номерам телефонов, указанным на сайте администрации Солнечногорского района. Солнечногорские поисковики совместно с коллегами из Дмитрова участвуют в раскопках военного самолета времен Великой Отечественной войны в деревне Клушино. Место падения самолета у реки Клязьма установил прошедший зимой житель Дмитровского района. Дмитровский поисковый отряд «Рубеж славы» военно-патриотического центра застава вместе с обломками самолета обнаружил там важную информацию о нем. Активные совместные работы поисковиков двух районов начались в День памяти и скорби – 22 июня. Во время раскопок было установлено, что упавший самолет – советский поршневой истребитель И-153 «Чайка». Известно, что эти самолеты состояли на вооружении 12-го гвардейского истребительного полка ВВС Красной Армии. Они активно применялись в качестве легкого штурмовика и в противовоздушной обороне в боях под Москвой. Как удалось установить, найденный самолет был сбит 27 ноября 1941 года. «Самолет при ударе о землю горел и взорвался. Видно, что фрагменты очень мелкие. По этим фрагментам видно, что он как сильно оплавлен. Я думаю, детали двигателя как раз, насколько они оплавлены, как сильно сгорело. Также это видно по боекомплекту, патроны все, они тоже взорваны именно при пожаре». Были обнаружены фрагменты кабины летчика, приборной доски, двигателя, на котором выбит серийный номер. Найдены и личные вещи летчика, кусочек зеркала и ремень. Удалось установить и личность летчика. Это Максим Максимович Кулак, уроженец Донбасса, Варшеловоградской области, села Марабкино. Теперь это Луганская область. Сам летчик, судя по всему, сильно пострадал при взрыве, его останки находят на довольно большом участке местности. «По архивным данным узнаем, что погиб офицер советской армии, но родом из Луганца». «Погиб под Москвой». «Погиб под Москвой. Защищаем Москву». По словам поисковиков, сохранилась одна фотография, на которой изображен Максим Кулак, дающий задание шести своим подчиненным. Известно, что осенью 1941 года штурмовая группа Максима Максимовича нанесла серьезный урон немецким войскам. Упоминания о Максиме Кулаке сохранились в книге его однополчанина Николая Штучкина «Грозное небо Москвы». По воспоминаниям автора, летчики полка назвали Максима Максимовича «батей». Однажды в бою у самолета перестали выстреливаться реактивные снаряды, и с той поры Максим Максимович иногда менял самолеты, опасаясь повторения этого случая. «Он боялся, что не дай бог, что случится. РС произвольно сорвется при посадке военной техники. Потом нашел эту неисправность. Боевые задания приходилось по три-пять раз вылетать иногда на дне. Базировались они на центральном аэродроме на ходу». Вместе с поисковиками на место раскопок выехали и представители администрации района. «Важно для воспитания наших детей, ведь это наша история, это память. Годы не сотрут это, и мальчишки, которые вы видели здесь, занимаются этим хорошим делом, они получают жизненный урок прямо здесь, в лесу, приобщаясь к истории, открывая имена героев, тех, кто подарил жизнь, в том числе и им». Районные власти заверили, что готовы помогать поисковым отрядам в работе по сохранению памяти о великих подвигах наших предков. Юлия Беспалько, Владимир Киселев, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». И это все на сегодня. С материалами выпуска можно ознакомиться на интернет-сайте www.troynoewsoundv.ru Телефон нашей редакции 64 65 95, звоните. Программа «Наше время» выходит в эфир по понедельникам, вторникам, средам и пятницам в 19.30, с повтором во вторник, среду и четверг в 14.00 и в субботу в 9.30. Кроме этого, в субботу в 19.30, в воскресенье в 9.30 и в понедельник в 14.00 в эфире выпуск «Наше время. Итоги». Вас впереди еще ждет прогноз погоды. Я на этом прощаю. Желаю всего доброго и удачи в наше время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова